Приветствую всем, кто звонил ко мне на канал. Сегодня я решила вернуться к своему кулинарному блогу. И рецепт, который решила взять, это торт Красный Бархат. Я думаю, многие о нем слышали и, наверное, даже многие пробовали. Но конкретно я ни разу его не пробовала, уж тем более никогда не пекла. Слышала, да, слышала много позитивного, восторженного. Поэтому с большим интересом буду пробовать, исполнять этот рецепт. Это абсолютный эксперимент от и до. И решила это сделать вместе с вами. Итак, для теста мне понадобится 370 мл кефира. Точнее, нет, не мл, а граммов. Я отмеряла это на электронных весах. 400 мл растительного масла подсолнечного. Обязательно оно должно быть хорошего качества. Никакого вкуса лишнего, да, запаха здесь быть не должно. 400 г сахара. 400 г муки уже отмерила и просеяла. 4 яйца. 1,5 столовые ложки какао. 1,4 чайной ложки соли. Сода, пока еще не отмеряла, 1,3 чайных ложки. 3 чайные ложки красного гелевого красителя. И по одному пакетику разрыхлителя и ванили. Итак, первым этапом то, что мне нужно сделать, это взять миску. Сюда мы разбиваем яйца. Добавляем сахар. И взбиваем все это в течение 5 минут до полного растворения сахара. Так получилась вот такая вот белая пышная масса. Мы ее отставляем. Берем вторую миску. Сюда мы выливаем кефир. И сюда же отмеряем, как я говорила, 1,3 чайных ложки соды. И все это тщательно перемешиваем. Видите, кефир у нас начал пениться. И следующим этапом мы берем наш гелевый краситель. Такая паколочка. И отмеряем сюда же 3 чайные ложки. Такая красота у меня получилась. Ярко-ярко красного цвета. И теперь сюда мы выливаем наше масло. Все 400 миллилитров. О, все, у меня ложка утонула. И снова все это дело хорошо перемешиваем. Не знаю, правильно ли я сделала, но я тоже чуть венчиком взбила. Потому что, конечно, масло, оно совсем другое по консистенции. Смешиваться с кефиром, оно практически не хотела. Поэтому я чуть подвзбила венчиком. Мне кажется, сейчас все это будет расслаиваться. Ну да ладно, давайте возьмем нашу третью миску. Она идет с мукой. И сюда поместим все сухие ингредиенты. Это соль. Это какао. И еще два пакетика с разрыхлителем и с фанилином. И все это дело перемешаем. Так, ну и следующий шаг. Мы соединяем все составляющие в одну миску. Решила выбрать вот эту большую. Поэтому сюда я отправляю яйца. И затем муку. И все это буду тщательно взбивать миксером. Чтобы не было никаких комочков. Так, вот такое тесто у меня получилось достаточно густое. По цвету это все дело напоминает тертую клубнику. И сейчас как бы главная трудность состоит в том, что вот это содержимое нужно разделить на две равные части. Выпекаться оно будет в два захода. Духовка у меня сейчас нагревается до 180 градусов. Ну давайте я сейчас приступлю к тому, что буду его делить. К одной части я уже залила форму. Получилось у меня примерно, если может быть кому-то это будет важно, по 900 грамм в каждой части с помощью весов. Я это все электронных отмерила. И сейчас буду отправлять в духовку. Конечно же низ желательно застелить пергаментом и немножко промаслить. Еще раз повторюсь, температура 180 градусов. Выпекаем 30-40 минут. Но, конечно же, когда вытаскиваете, нужно проверить зубочистку, чтобы она была сухая. Итак, один мой бисквит готов. Я уже отправила в духовку второй. Но и пока он готовится, я решила сделать крем. Крем довольно-таки простой. В него должны входить сливки 33%. У меня здесь 500 миллилитров, но вообще конкретно для крема понадобится 300. Единственное, я думаю, оставшиеся 200 также взбить. Может быть, как-то сверху торт украсить. Но пока еще точно не решила. Единственное, повторю, для крема требуется именно 300. Дальше сыр. У меня хохланд плавленый, сливочный. Здесь его 400 грамм. Собственно, нам 400 грамм и надо. Можно вместо плавленого использовать творожное. Такое, как альметто. Единственное, по-моему, со сливочным, с плавленым будет немножко крем посолонее. Ну, мне кажется, не менее вкусный. Сахарная пудра. Сахарной пудры нужно 150 грамм. Здесь, собственно, я уже отмерила 150 грамм и есть. И пакетик ванилина. И первое, что я сделаю, это смешаю, точнее взобью миксером сливочный сыр с сахарной пудрой. Вот так, взбила сахарную пудру и сыр. Добавлю сейчас еще ванилин сюда же. И буду продолжать взбивать. Так, сыр я взбила. И теперь сливки. Сливки я вылила все. Сейчас я их буду взбивать. Единственное, потом в крем буду дозировать 300 грамм, а остальное оставлю на украшение. Тогда вот такое состояние я взбила сливки до незаплывающих пиков. 200 грамм я уже отложила. И теперь соединяю эти две массы между собой. Конечно же, взбиваем. Крем готов. Осталось только дождаться второй бисквит. У меня, конечно, есть некоторые переживания, потому что он достаточно текучий. Да, я боюсь, как бы он не вытекал. Но посмотрим, посмотрим, что получится. Оба моих бисквита готовы. Я подожду, пока вот этот остынет. Пока займусь этим. Каждый из них мне нужно разрезать на две части. Единственное, крышечку вот эту, наверное, срежу и оставлю ее для украшения. Так, все мои коржи готовы. Четыре штуки. Ну и теперь я их буду поочередно прославить. Не забываю, конечно же, оставлять крем, чтобы обмазать торт сверху и по бокам. Так, девочки, вот что у меня получилось. Я как бы не стала особо заморачиваться в плане оформления, потому что это торт для обычного такого домашнего чаепития, не на какой-то праздник. Вообще, конечно, можно было бы тут добавить каких-нибудь фруктов сверху, или там шоколады, конфеты и так далее. Но вот хочу отметить лично несколько минусов для себя. Коржи хорошие, они, знаете, такие мягкие, маслянистые, но за счет большого количества масла совершенно не требуют какой-то пропитки, потому что они прям как такие влажные-влажные идут. Но с ними достаточно трудно работать, они буквально начинают рассыпаться в руках, прям на крошечки. Поэтому переносить нужно очень аккуратно. Второй момент – это крем. Крем все-таки, на мой взгляд, достаточно текучий. Он не прям как вода убегал. Вроде бы и когда корж промазываешь, он на нем и остается. Но когда начинаешь наслаивать, а четыре слоя – это все-таки очень прилично, они как бы под вот этой тяжестью, вот этот крем начинает выдавливаться по бокам и куда-то убегает. Плюс из-за того, что крем такой текучий, торт такой высокий, он у меня как-то немножко ползет. То в один бок, то в другой. Я его очень долго руками выравнивала. Знаете, как такая пизанская башня. В общем, пока в плане технологии мне что-то не нравится, что-то дискомфортно. Может быть, с пропорциями что-то не так. Может быть, нужно было бы поменьше. Даже не стоит его делать настолько высоким, если крем такой-то, а или крем должен быть намного гуще, чтобы как бы плотнее держаться. Ну, в общем, что получилось, то получилось. Я обязательно отпишусь внизу, что по вкусовым качествам, хотя, мне кажется, по вкусовым-то как раз все будет замечательно. Крем я попробовала, он очень вкусный. Ну, а так, вот такой красный бархат у меня. Получился. Хотя, если честно, красным бархатом назвать язык не поворачивается. Вспоминается сразу фильм, который назывался «Багровый пик» с Томом Хиддлстоном. Вот так бы я назвала этот торт. Вот. Всем большое спасибо, кто был со мной. Всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok